Сегодня я буду готовить сырно-сливочный крем специально для сайта InCook. Этот крем очень хорош для оформления десертов. Вы из него сможете сделать любую фигурку на торт, даже снеговик. Я покажу как. Для крема нам потребуются сливки 33% жирности, 150 мл, сливочный сыр 400 г и сахарной пудры 70 г. Я использовала сахара еще меньше. Сливки должны быть охлажденные, миска охлажденная и венчики тоже охлажденные. В сливки добавить сахарную пудру и начать взбивать миксером. Вначале на небольших оборотах, но постепенно скорость взбивания наращивать. Взбивать будем до состояния устойчивых таких пиков. Главное не перебить. Сливки стали довольно стабильны, из миски они не вытекают, не выпадают. Значит они готовы. Осталось подготовить сливочный сыр. Вы его можете сразу добавить в сливки, но я предпочитаю его тоже немножко взбить миксером, чтобы он стал такой однородный. Готово. Сливочный сыр я добавила к сливкам и сейчас перемешаю. Взбиваю миксером на средних оборотах до получения однородной массы. Крем получается очень хорошей консистенции. А я добавила даже немножко сиропа столовую ложку. Вот такой он приятный, устойчивый, пластичный, не течет, не опадает. С ним очень хорошо работает. Часть крема я окрасила в розовый цвет. Красила гелевым пищевым красителем. Вы можете использовать любой цвет по своему желанию. Кондитерский конверт я одела на стакан и заполняю его кремом. Удобно класть крем в конверт с небольшим отверстием, а затем его уже вставлять в конверт с насадкой, потому что вам может потребоваться либо поменять насадку, либо потребуется окрашенный крем, который вы хотите тоже использовать через эту насадку. Вы просто поменяете конверты и все. Затягиваем наш конверт. Слишком много набирать не стоит, будет сложно выдавливать, потому что крем такой плотный, что, чтобы его выдавливать, нужно прилагать некоторые усилия. Вот так. Сейчас конвертик закручу. Буду использовать насадку русский шар. Этим кремом я буду украшать капкейки. Капкейки у меня были высокие, поэтому верхушечку я с них срезала и промазала апельсиновым джемом. Вот так, упираясь насадкой в капкейк, я выдавливаю и поворачиваю столик для оформления, на котором стоит маленькое пирожное. Получается вот такой узор у нас. Сейчас я буду выполнять немного в другой технике. Соответственно, получим немного другой внешний вид нашего пирожного. Вот сейчас я поворачиваю столик в одну сторону, затем в другую и так далее. И получаются такие красивые волны на пирожном. Готово! С этим кремом работать одно удовольствие. На этом пирожном я хочу сделать фигурку снеговика. Поэтому подготовлю площадку, где будет находиться снеговик. Заровняю верх кремом, куда и будет установлен снеговик. Для снеговика я использую просто круглую насадку 12 мм в диаметре. Вот я просто выдавливаю основание снеговика. Должен получиться такой шарик или овал. Этот крем хорошо позволяет это сделать, потому что он хорошо держит форму. Сейчас розовым кремом через более тонкую насадку звезда я делаю снеговику шарфик. Вот такой шарфик у нас готов. Далее небольшую голову снеговика отсаживаем прямо на шарфик. На голове должна быть шапочка. И вот основание шапочки. Я делаю тоже через маленькую насадку розовым кремом. Еще капля белого крема. И шапочка готова. Сверху розовым кремом сделаю небольшой помпончик. Практически снеговик готов. Сейчас с помощью зубочистки гелевых красителей мы сделаем ему глазки. Вот у нас будет снеговик с такими глазками. С помощью карамельного декора сделаем нос снеговику. У меня это семена душистого укропа глазированные карамелью. Как раз оранжевая прекрасно подойдет. Карамельными бусинами сделаем пуговицы снеговику. Вот такие две пуговицы. Осталось только оформить основание. С помощью насадки закрытая звезда я отсаживаю небольшие шарики вокруг снеговика и закрываю все технические неровности. пирожное приобретет завершенный вид и будет смотреться очень красиво и нарядно. Этот крем имеет приятный такой нежный творожный вкус. К тому же я добавляю в него мало сахара, что мне очень нравится. И практически это получается такое замечательное на вкус удовольствия. Крем стабильный. Будет хорошо держать форму. Украшения из него не потекут и никуда не денутся. Вот украсим капкейки карамельными бусинами. И так как у нас скоро Новый год, сделаем звездочку из сахарной мастики. И наша красота готова. Это очень вкусно. Такие капкейки не стыдно подать гостям. Дети будут очень рады снеговику. И Новый год будет веселый и замечательный. Готовьте с удовольствием, радуйте своих друзей и близких и ни в чем себе не отказывайтесь. Еще немножко бусин и счастья в наш дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова